МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Терпите чуток и будете в составе России! В составе России!» мысленно завизжала ведущая. Но, цитируя футбольного комментатора из 90-х, мне все так сталося, как гадалось. По аналогии с Натальем Карабахом, де-факто эти республики будут частью большой России. Если бы дело не касалось любимого города, мы бы, наверное, очень громко засмеялись. А, Нагорный Карабах-2, это же лучшая мотивация. Просто всем мотивациям мотивация. Все-таки, конечно, ожидали крымского, скажем так, сценария. Но вот имеем то, что имеем. Просто, чтобы все понимали уровень. Донецк образца 13-го года и Степанакерт – это два разных мира. Вот без обид. Зачем далеко ходить? Бюджет армии Нагорного Карабаха – это один проданный в Китай футболист-шахтера Тейшейра. Армия обороны Нагорно-Карабахской республики. Бюджет – 50 миллионов долларов. То есть вся армия и один футболист. Чувствуете разницу? Про экономику, спорт, инвестиции даже говорить не о чем. Так вот, хватило всего шести лет русского мира, чтобы Нагорный Карабах поставили в пример Донецку. Нагорный Карабах – это та республика, тоже непризнанная республика, в том числе даже Армения. Если вы поедете в Нагорный Карабах, вы не увидите совершенно никакой разницы. И вот в этот момент подумалось, может, мы в чем-то неправы. Предвзято относимся к непризнанным республикам. Все-таки Нагорный Карабах и Приднестровье – самые старшенькие из всех очень народных. За 30 лет многое произошло. Мы реально независимы. Мы построили государство. И в нем живет Приднестровский народ. Очевидно, что жизнь там такая, что Донецку и Луганску есть к чему стремиться. И, покопавшись немного в архивах, мы вдруг осознали, что это действительно стоит увидеть. Первое, что бросается в глаза – это одни методички для всех анклавов русского мира. И не нужно нам говорить, что Нагорный Карабах – это чуть-чуть другая история. Хотя Крым наш там кричали громче всех. Нагорном Карабахе – ликование. Этот концерт здесь устроили в честь крымского референдума. Но вот с тем же Приднестровьем послушайте типичная фраза новостей 30 лет назад. У этой на пороге 21 века необъявленной войны Молдовы против своих же мирных жителей своя страшная логика. «Война со своим народом». Да вы что? Где-то мы это уже слышали. Киевские власти начали в Донецкой области не антитеррористическую операцию, а войну против собственного народа. А еще слышали про геноцид. Здесь имеет место геноцид, развернутый против собственного народа. Украинская армия совершает настоящий геноцид против собственного населения. Для полноты картины добавим ровно такие же цитатки про Абхазию и Южную Осетию. Грузия оказалась на пороге гражданской войны. Национально-культурного геноцида, которому подвергался сам абхазский народ. Из митинга «Осетин» на плакатах слова о геноциде, автор которого – бывшая грузинская армия. И получим первый вывод. Земли Москва отжимает путем стравливания людей. Причем тексты не меняются годами. В Приднестровье же тоже страшно мешали думать по-русски. Население Молдовы не должно разговаривать на языке чужой страны. Вот он, главный мотив нововведений. Хороши все средства. Только сейчас бандеровцы на гайкой за слово «спасибо» бьют. А тогда румыно-фашисты. Жители Молдавии с левого берега Днестра такой поворот не устраивал. Так недовольство населения переросло в открытые протесты, а затем в создание отдельного государства – Приднестровской Молдавской Республики. Когда от подобной пропаганды у людей начинает ехать кукуха, им подбрасывают байку о своей экономической уникальности. В Донецке и Луганске, как вы помните, эта методичка подавалась под соусом «хватит кормить Запад». «Хватит кормить Запада. Вот этими руками, горбов, конбат, он сильный, у него заботы, шахт, он сам себя не может прокормить». В Приднестровье людям рассказывали, что у них уникальный металлургический комбинат. И надо отделиться от Молдовы, да и жить от пуза. «Рыбницкий металлургический комбинат – основа экономики блокадного и непризнанного Приднестровья». «От работы этого предприятия зависит стабильность в регионе». И вот на этой волне ненависти начинается мясорубка. Тут-то и появляются зелёные католюбы, причём форма подачи может быть разная, но везде, ещё раз везде, они рядят из себя миротворцев. «Мир в самопровозглашённой республике охраняют российские миротворцы». «Российские войска на территории Абхазии выполняют миротворческую миссию». «Одними из первых российских миротворцев, пришедших на помощь жителям Цхинвала, стали бойцы подразделения армейского спецназа из Чечни». По удивительному стечению обстоятельств случаются такие истории на стратегических для России направлениях. При этом любые предложения заменить своих ребятушек на миротворцев ООН вызывают страшное повышение температуры в самых скрепных местах говорящих голов российского МИДа. «Речь идёт о странных антироссийских высказываниях министра обороны Молдавии, российских миротворцев. Он предлагает заменить миротворцами под мандатом ООН. Очевидно, что эти домыслы являются очень опасными». «Почему так бывает, догадайтесь сами. Но этот сюжет не о геополитике. Поэтому давайте вернёмся к людям, тем самым, которые в своё время поверили, мол, всё, теперь от нахлебников избавились и сейчас попрёт». «Мы лишены всего. Я уже не помню, когда я где-то была в заведении нормальном, в театре или что, вот сколько здесь, уже не... но 10 лет точно нигде не было». Это типичный сюжет о жизни в Приднестровье. Улицы пустые, все на заработках. Желающих процветать около 30-40% от зарегистрированных. Как правило, это люди, которые в силу возраста просто не могут никуда уехать. «30% сняли, 9 месяцев не получала. Можно на 300 рублей прожить в месяц? 300 рублей остаётся. 300 за квартиру и остаётся 300 рублей». Та же картина и в Нагорном Карабахе. Несколько вылизанных улиц того же Степанакерта, дальше одна сплошная разруха и тотальная нищета. «Ни жилья, ни воды, ни прочих средств для существования». «Неустроенность в быту, постоянный отъезд молодых и ежедневная борьба за достойное существование». «Газничка!» «Разве так люди должны жить? Газа вообще нет». И это при том, что Армения вкладывает в регион немалые для себя деньги. Но в том-то и суть, что без свободной торговли и инвестиций любая территория обречена. «Карабах не признают, и по этой причине мы не можем экспортировать нашу продукцию напрямую». То есть люди скоро уже 30 лет, по сути, ходят с транспарантами по лабиринту, но ничего не меняется. Не верите нам? Послушайте вот, что упал члениц из Приднестровья говорит. «Заводы стоят, фабрики стоят, не без этого. Металлургический стоит, цемзавод почти стоит». Работы нет, заводы и фабрики стоят. Тот же металлургический гигант в Рыбнице еле дышит. Проблемы из сельхозпродукции. Как вывезти, так и завезти. Часто приходится платить двойные таможенные пошлины, что, конечно же, отображается на цене. «Как вы думаете, сколько стоило провести этот пакет через таможню? Ни много ни мало, плюс 75% к его цене». Космический уровень безработицы – это то, что объединяет все непризнанные республики. «Нет работы. Откуда здесь взяться?» «Уже нет работы, поэтому мы уезжаем». «У нас нет заводов местной промышленности, ведь здесь зона риска. Ни одна компания не захочет инвестировать сюда». Посмотрите на тот же Нагорный Карабах, который ставят в пример славной Дерляндии. «Уровень безработицы здесь зашкаливает». А ведь там уже много лет, как и в Приднестровье, игра в независимость. И это при том, что там намного меньше, намного меньше и территорий, и, соответственно, голодных ртов. И даже при таком более благоприятном раскладе сделать конфетку, ну, никак не получилось. Дальше мы покажем циферки, которые наверняка будет интересно посмотреть и рядовым россиянам. Последним неоднократно показывали байки об экономической привлекательности островков русского мира. «Мы абсолютно самодостаточны. У нас производится все, начиная от коньяка, черной икры, заканчивая тяжелой металлургией». «Здесь есть где работать. И это не только угольная отрасль, это не только металлургия. Это, конечно же, машиностроение, это, конечно же, химическая отрасль. Донбассу просто нужно отдать возможность работать». Помните, как в Дерляндии даже типа инвестиционный форум проводили, куда под видом инвесторов согнали выпускников РУДН и прочих смешных? Так вот, если отбросить в сторону пропаганду, а посмотреть на факты, то та же Южная Осетия, которая типа народная и независимая, обеспечивается из российского бюджета на 90%. «Сегодня до 90% бюджета республики формируется из российских дотаций. За 10 лет на содержание Южной Осетии было выделено 76 миллиардов рублей». «Вот эти заработанные вами россияне миллиарды могли потратить на реконструкцию больниц в Саратове или на пожарные машины в Кемерово. Но, очевидно, какой-нибудь Абхазии они нужнее». «Россия в течение трех лет вложит в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей. На эти деньги еще в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуми». «В России-то, поди, везде канализация отремонтирована». «Но это не точно». «Здесь-то мы и переходим к самому главному. Веря человека в то, что трудности временные, а дальше все обязательно наладится. Россия-то нас не бросит, он паспорта уже дает». «Паспортизация жителей Донбасса набирает все больше оборотов. С каждым днем растет количество желающих получить документ гражданина Российской Федерации». «Российские депутаты сделают все, чтобы каждый приднестровец мог получить российское гражданство». «Мы не будем повторять, что паспорта России без прописки на территории России – это просто бумажка, которую можно положить под шатающийся холодильник. Соцвыплат без прописки не будет». «Хоть у тебя российское гражданство, ну и что? Ты там никто». «Важно другое. Посмотрите на Приднестровье. Там давным-давно выдали как местные, так и российские паспорта. И что в итоге? Да ничего. Приднестровские паспорта не признает даже сама Россия». «На границе России я показываю Приднестровский паспорт, вроде бы как бы неофициальная часть территории России, да? Мне того пограничивает, нет такой страны, нет такой республики». «А российский не дает ничего, кроме возможности устроиться в помощники Кравшану и Джамшубы. Что, собственно, и делают люди, прописанные в Приднестровье». «Мой муж уехал в воскресенье, потому что работы нет. По работам на электроваж дали 1200 рублей, всё. На дороге 400 рублей, мы с Бендер». «Если великие народные республики были нужны, чтобы было проще вкалывать на черновых работах в России, и из-за этого погибли тысячи людей, то снимаем шляпу сценарий с работы». «Сейчас в самопровозглашённой Южной Осетии живут 53 тысячи человек. Здесь почти нет работы, жители продолжают уезжать». «Кому они нужны, где? Россия, понимаю, Россия зовёт. А кто их там ждёт?» «Но лично у нас есть подозрение, что ожидания были несколько иных. И как здесь не вспомнить, что умное учится на чужих ошибках, и пример того же Приднестровья был перед глазами и в 2014 году?» «Ради чего вообще в 2014 году всё это дело? Чтобы наши люди жили достойно». Спустя 6 лет тушки разного роста, возраста и веса катаются друг к другу в гости, соревнуются в самом пафосном параде на 9 мая и обещают, что вот скоро всё будет хорошо. «Россия становится ближе, а наши экономические и культурные связи крепнут и расширяются день от одних». «Наша сила в единстве. Мы обязательно добьёмся поставленных целей». Правда, тому же Нагорному Карабаху, как и Приднестровью, для этого самого «хорошо» не хватило почти трёх десятков лет. И нет сомнений, что ещё через 30 всё будет на том же уровне. Уехавшие на заработки осядут на новом месте. Стоящие заводы потихоньку растянут на металл. И страшно даже подумать, что Донецк и Луганск ждёт та же участь. Ведь Россия, как показывает практика, не меняет сценарий. Просто вписывает в них новые локации.